А вы знали, какие продукты не сочетаются с алкоголем? В современном мире многие люди предпочитают вести здоровый образ жизни и употреблять только полезную пищу. Также негативное влияние на организм человека оказывает и алкоголь. Случается так, что соблазн выпить бакал вина или шампанского в хорошей компании велик и отказать себе в таком удовольствии невозможно. В такой ситуации необходимо знать, чем лучше всего закусывать алкогольные напитки, чтобы как следует раскрыть их вкусовые качества. Однако существуют такие продукты, от употребления которых следует отказаться во время принятия алкоголя, чтобы не случилось неприятных инцидентов. А прежде чем начать, предлагаю вам подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Алкогольные напитки в сочетании с цитрусовыми Прежде всего, необходимо знать, что не все цитрусовые подходят для сочетания с алкогольными напитками. Например, грейпфрут содержит в себе определенные вещества, которые отвечают за блокировку ферментов печени, а те, в свою очередь, функционируют для расщепления токсических составляющих. Соответственно, если даже в небольшом количестве сочетать грейпфрут с алкоголем, можно получить алкогольное отравление. Алкогольные напитки в сочетании с шоколадом Многие люди считают, что шоколад является универсальным продуктом и отлично подойдет для закуски при употреблении алкогольных напитков любого вида. Стоит отметить, что это далеко не так. И если увлекаться этими продуктами совместно, то увеличивается возможность попасть на операционный стол с диагнозом панкреатит. Такая ситуация складывается в ходе того, что спиртосодержащая жидкость увеличивает спазм вирусного потока, а употребляемый совместно шоколад провоцирует отток содержимого поджелудочной железы. Эти процессы вызывают отек головки поджелудочной железы, что может повлечь за собой хирургическое вмешательство. Алкогольные напитки в сочетании с другими сладкими напитками Важно отметить, что алкогольные напитки строго запрещено пить в сочетании с другими сладкими напитками, так как сахар усваивается в желудке быстрее, чем спирт. Это означает, что алкогольные вещества находятся в некой очереди для усвоения. Этот момент не позволяет человеку определить точный уровень своего опьянения и, соответственно, можно легко получить алкогольное отравление. Алкогольные напитки в сочетании с острыми продуктами питания Острые продукты питания обладают таким же уровнем токсичности, как и сам алкоголь. Употребляя алкогольные напитки вместе с таким видом товаров, можно сознательно разрушить свою печень и нарушить работу сердечно-сосудистой системы. Алкогольные напитки в сочетании с фруктами Большинство фруктов отлично дополняют алкоголь, и многие предпочитают использовать именно их для закуски. Но стоит помнить, что дыню лучше не употреблять совместно со спиртосодержащими жидкостями, так как это с большой вероятностью спровоцирует диарею. Чтобы застолье прошло без эксцессов, лучше всего отказаться от дыни. Алкогольные напитки в сочетании с грибами Прежде чем готовить закуски к застолью, где будет присутствовать алкоголь, необходимо изучить список опасных продуктов. Наряду с остальными продуктами из рациона при принятии алкоголя необходимо исключить грибы, ведь они способны выделять большое количество яда в тот момент, когда попадают в организм человека, который пил спиртной напиток. Такое событие непременно повлечет за собой вызов медиков, и остальные не слишком приятные манипуляции в рамках медицинского учреждения. Помимо отравления, человеку грозит нарушение работы иммунной системы, а также перебои в работе печени и сердца. Алкогольные напитки в сочетании с тяжелой пищей Помимо прочего, специалисты не рекомендуют единовременно употреблять алкогольные напитки и тяжелую жирную пищу, которая довольно трудно усваивается. Например, закусывая шашлыком, можно не почувствовать действительную меру алкоголя, так как такое мясо очень долго будет перевариваться. Соответственно, возможно алкогольное отравление на фоне большого количества спиртного. Существует такой народный миф, что во время застолья необходимо съесть как можно больше закуски, чтобы не было сильного опьянения. Однако этот факт неправдив, так как большое количество еды находится в желудке долго и переваривается длительное время. Именно поэтому все выпитое скажется на организме позже, и в этом случае возможно отравление или даже летальный исход. Будьте здоровы и не болейте! Продолжение следует...